В сентябре стартовал новый проект «Модная авантюра». Как и было обещано, в свет выходит продолжение. Условия все те же. Стилист должен изменить образ модели так, как он его видит. Модель при этом не должна вмешиваться в процесс. Результат может понравиться или не понравиться участнице, но это еще не все. Он должен понравиться телезрителям. За вами решающее слово в оценке работы стилиста. Первый проект завершился полной победой мастера. Не было ни одного критического замечания по поводу его работы. Во второй серии проекта на суд зрителям представит свою работу Евгений Варгатый. Евгений – профессиональный парикмахер. Первый взял ножницы в 14 лет. За годы практики наработал солидную базу клиентов и авторитет среди коллег по цеху. Первый этап «Модной авантюры» – выбор будущей модели. Желающих было много. В финале оказалось 6 претенденток. Евгений оценивал, насколько интересным может получиться образ. Один из критериев – волосы средней длины. В целом, конечно, я бы с удовольствием поработал с этой претенденткой, но тут, конечно, с длиной не хватает длины. Если ей подотрастить волос, то, в принципе, можно было бы поработать с ней. Ну и с цветом волос нужно поработать на самом деле. Ну, как минимум, изменить цвет волос. И форму стрижки нужно изменить. То есть, ну, не то чтобы форму стрижки, тут стрижка вообще полностью отсутствует. То есть, нужно сделать ей какую-нибудь стрижку, ну, не молодежную, но модную. То есть, эта длина здесь абсолютно ни к чему, я считаю, что… То есть, лучше пусть это будет стрижка, там, короче, как минимум, в два раза. Зато у нее будет более или менее здоровый вид. То есть, тут видно, что очень сильно сожженные концы. Спустя час Евгений объявляет свой модный приговор. Елена Дашко, 53 года. Относит себя к людям, склонным ввязываться в различные авантюры. Мечтает участвовать в проекте «Модный приговор». Кстати, встреча во Владивостоке с историком моды Александром Васильевым только прибавила решимости изменить имидж. Васильев назвал ее прическу «Вшивый домик». Елена Дашко, победительница второго отбора проекта «Модная авантюра», нечастый гость в парикмахерском салоне. Давайте знакомиться. Я Евгений. Я Евгений. Очень приятно. Проходите. Много лет Елена не меняла свой имидж. Небольшой начес, убранные заколкой волосы, такой привыкли видеть ее родные и близкие. К тому же, будучи в душе блондинкой, она уже 30 лет старается убедить в этом окружающих. Естественно, это сказывается на состоянии волос. Так, ну что ж, все понятно. В первую очередь Евгений безжалостно отрезал все ненужное. Я думаю, что понравится. Будем думать о хорошем. Всем сказала, что я пошла участвовать в «Модной авантюре». Все ждут мое возвращение и держат за меня кулачки. Елена очень переживает за исход проекта. Надеется, что про нее еще смогут сказать «Елена прекрасная». Я думаю, что цвет изменит волос. Думаю, что закалывать я волосы больше не буду. Будет стрижка у меня. Ну, буду моложе выглядеть. Муж меня не узнает, приедет с рыбалки. Скажет, сделай, как было. Евгений решил придать волосам Елены модный оттенок. Еще в начале проекта он отметил, что у женщины нет никакого цвета. По условиям «Модной авантюры» Елена не может вмешиваться в работу. Пока парикмахер не отложит в сторону ножницы, она не узнает, что происходит с волосами. Зеркало было предварительно занавешано. Процесс занял, ни много ни мало, 4 часа. За это время волосы были покрашены, подстрижены, помыты и уложены. И вот наступает кульминация. Сейчас Елена впервые увидит свое новое отражение в зеркале. Нет, не я. Помолодела, да? Красота. Ну, собственно, вот так. А теперь в игру вступают телезрители. Вы должны оценить работу стилиста и проголосовать за новый или прежний облик Елены Дашко.